Уважаемые коллеги, позвольте представить вам доклад опухоли из невыявленной первичной локализации с позиции клинициста. То есть только что мы послушали потрясающий всесторонний доклад Анны Сергеевны, сейчас немножечко углубимся, скажем так, с клинической стороны вопроса. Что же для нас опухоли из невыявленной первичного очага? Это всегда дилемма, загадка, мистерия, это всегда работа мультидисциплинарной команды. Мы всегда должны оценивать очень много факторов, чтобы наш пациент мог получить максимально эффективное лечение, даже в том случае, если эту первичную опухоль мы так и не нашли. Начнем сразу с голосования. У нас есть платформа, с которой мы можем голосовать. Нужно будет зайти на сайт MobiVote и ввести ID голосования 5612. Спасибо. Спасибо. Какой гистологический подтип опухоли из невыявленного первичного очага встречается чаще всего? Аденокарцинома, плоскоклеточная карцинома, недифференцированная опухоль и рак с нейроэндокринной дифференцировкой. Коллеги, напомню, что сейчас мы пока что говорим об опухоли из невыявленного первичного очага всех подтипов, без, так сказать, фокуса на метастазы в головном мозге. Аденокарцинома 80%. Очень рада таким результатам, потому что это правильный ответ. Ну что ж, двигаемся дальше. Дальше опухоль из невыявленного первичного очага, как известно, это гетерогенная группа метастатических опухолей. Мы называем опухоль из невыявленного первичного очага тогда, когда мы выполнили все необходимые диагностические процедуры, но, тем не менее, первичный очаг мы не обнаружили. В настоящее время опухоль из невыявленного первичного очага насчитывается по разным источникам от 3 до 5% случаев. Хорошая новость. Заболеваемость опухоли из невыявленного первичного очага в настоящее время снижается. В Европе заболеваемость снизилась в два раза с 2000 года, в США заболеваемость снижается в среднем на 3,6% ежегодно. С чем же это связано? Прежде всего, это связано с улучшениями диагностических процедур, иммуногистохимическим исследованием, появлением такого метода диагностики, как профилирование генов, визуализация, а также контроль табакокурения. Потому что, как известно, некоторые подтипы опухоли из немыльно-периодичного очага обусловлены именно табакокурением. Классификация. Анна Сергеевна нам очень подробно рассказала. Еще раз напомню, что самым часто встречающимся гистологическим подтипом является высокоумеренно дифференцированная аденокарцинома. На втором месте это низкодифференцированные карциномы. Далее идут недифференцированный опухоль, плоскоклеточный рак и рак с нейроэндокринной дифференцировкой. Биология опухоли изучена не до конца. И диссеминация опухоли порой возможна даже при отсутствии первичного очага. Хромосомная нестабильность также является фактором агрессивного течения заболевания. Резистентность к химиотерапии является показателем неблагоприятного прогноза. Как же мы ищем первичную опухоль? Безусловно, это гистологическое исследование. Мы стараемся получить образец для исследования иммуногистохимического. И по возможности выполняем молекулярно-генетический анализ. Визуализация также является неотъемлемым компонентом поиска первичной опухоли. Это компьютерная томография, это УЗИ, это МРТ и ПЭТ-КТ вместе с мамой графией также являются диагностическими процедурами. Эндоскопия, важно заметить, мы помним, что необходимо выполнить некоторым группам пациентов бронхоскопию, колоноскопию, проктоскопию, так же, как и кольпоскопию. Но важно помнить, что эндоскопию, как правило, мы должны выполнять тем пациентам, у которых есть симптомы, либо те или иные изменения в лабораторных показателях, которые нам будут говорить о том, что необходимо выполнить эндоскопию. Анна Сергеевна подробно рассказала о панмаркерах иммуногистохимических, которые мы используем, опять-таки, для поиска первичной опухоли. Не буду останавливаться на этом, подробно уже обсудили. Так же, как и цитокератин, цитокератин-7, цитокератин-20, которые помогут нам определить по тип опухоли. Также молекулярно-генетический анализ в некоторых странах плотно вошел в стандарты и стал рутинным методом диагностики опухоли из невыльной привычной локализации. Существует несколько платформ, которые сейчас активно используются, и чувствительность этих платформ также различная. Она может варьировать от 70 до практически 90%. Эндоскопия. Как я уже и сказала, мы должны выполнять эндоскопию только при наличии специфических симптомов. Бронхоскопия. Бронхоскопия, в частности, при рентгенологических изменениях и наличии симптомов. Колоноскопия также при наличии симптомов и различных изменений на рентгенографических исследованиях. И при увеличенных паховых лимфоузлах, если речь идет о проктоскопии и кольпоскопии. Визуализация. Компьютерная томография обладает точностью в 40%. МРТ молочных желез также необходимо выполнять женщинам. И точность 60%. ПЭТ-КТ 43%. Тем не менее, при метастазе из невыльно-причного очага, который располагается в голове и шее, чувствительность может достигать 85%. По последним рекомендациям НССН звучит такая фраза, как роль ПЭТ-КТ остается не до конца изученной в связи с отсутствием проспективных клинических исследований. Поэтому в данной ситуации все-таки назначение ПЭТ-КТ должно быть решением мультидисциплинарной команды. Рутинная диагностика и оценка всех известных онкомаркеров не показала своей прогностической диагностической ценности. Повышенные онкомаркеры при аденокарциноме могут являться частыми явлениями и всегда приведут нас к нахождению первичного очага. Что стоит оценить? Безусловно, необходимо оценить ПСА у мужчин с аденокарциномыми метастазами в костях, бета-ХГЧ, альфа-фитопротеин у мужчин с низкодифференцированной опухолью, альфа-фитопротеин у пациента с метастазами в печень, СА-125 у женщин с популярной аденокарциномой брюшной полости и СА-15-3 у женщин с аденокарциномым поражением подмышечных клифатических узлов. Можете сфотографировать себе эту таблицу, если интересно, да, эта таблица также есть в рекомендациях ЭСМА. Какие диагностические процедуры, каким группам пациентам нужно выполнить обязательно, да, есть такие процедуры, как, безусловно, сбор анамнеза, физикальный осмотр, анализы крови, компьютерная томография, маммография, которую мы выполняем всем пациентам, маммография, естественно, только женщинам. И далее по списку идут ситуации, когда нам необходимо выполнить те или иные диагностические лабораторные исследования. Существует потенциальные две группы риска пациентов с опухолью из невыильной первичной локализации. Важно сказать, что 80-85% не относятся ни к одной специфичной группе. Тем не менее, мы можем разделить на группы риска пациентов в зависимости от соматического статуса и уровня ЛДГ. В зависимости от этого, у пациентов имеется разная продолжительность медиана выживаемости. 12 месяцев в группе благоприятного прогноза и 4 месяца в группе неблагоприятного прогноза. Голосование номер 2. Коллеги, необходимо ли выполнить позитронно-эмиссионную томографию всем пациентам с опухолью из невыильной первичной локализации? Все правильно. Только по показаниям, как я сказала в своем докладе, наибольшей специфичностью ПЭТ-КТ обладает у пациентов с метастазами в головы и шее. Голосование номер 3. Коллеги, необходима ли рутинная оценка всех онкомаркеров пациентам с опухолью из невыильной первичного очага? Первое. Иначе диагноз не поставить. Второе. Нет, онкомаркеры не специфичны. Номер 3. Только определенным группам пациентов. Номер 4. Что такое онкомаркеры? На самом деле, на эволюции лекарственного лечения был такой же вопрос. И 10% проголосовали, что такое онкомаркеры. Поэтому я решила не убрать этот подпункт, не убирать его. Потому что, да, были праздничные настроения. Все любят пошутить. Я думаю, что это останется. И вновь 14% решили пошутить и проголосовать, ответить, что такое онкомаркер. Но на самом деле, только определенным группам пациентов все замечательно. Сегодня все отвечают правильно. Так, двигаемся дальше. Значит, как мы лечим пациентов с опухолью из невыильной первичного очага? Конечно же, мы должны, прежде всего, получить материал для гистологического, иммуногистохимического исследования по возможности малькерно-генетического анализа. Но также для нас будет являться показанием это расположение опухоли. Сегодня мы сузились и говорим об опухоли из невыильной первичного очага с метастазами в головной мозг. Но также мы можем использовать алгоритмы НССЕН для того, чтобы понимать, какую все-таки изначальную терапию необходимо выполнить нашим пациентам. Если мы говорим об опухоли из невыильной первичного очага с метастазами в головном мозге, то нам рекомендуют все-таки начинать пациентов лечить как опухоли центральной нервной системы. Так как этих пациентов очень мало, очень мало, я думаю, что не так много врачей, коллег, которые могут похвастаться, что они много лечили пациентов с опухоли из невыильной первичного очага с метастазами в головной мозг, естественно, ни одного рандомизированного клинического исследования нет. Во всем Победе за последние где-то 7 лет я нашла только один ретроспективный анализ пациентов, где просто описывали, как этих пациентов лечили. В базе знаний up-to-date нет ничего по поводу этих пациентов. Буквально пару предложений и упоминаний. Вот на Медскейпе есть одна одностраничная статья. Все больше информации в базах знаний нет. Поэтому, как мы уже говорили неоднократно, для этих пациентов необходим исключительно мультидисциплинарный подход. Как уже сказала Анна Сергеевна, метастазы в головном мозге в 10 раз чаще, чем первичные опухоли головного мозга. 8-10% пациентов имеют симптоматический метастаз в головной мозг. И важно сказать, что среди всех опухолей из невылин первичного очага с метастазами в головной мозг встречается всего в 15% случаев. То есть таких пациентов крайне мало. Чаще всего это аденокарцинома. Плоскоклеточная карцинома также встречается в 9% случаев. В 42% случаев природа опухоли также остается неизвестной. То есть мы так и не можем поставить диагноз, несмотря на то, что выполнили биопсию, выполнили все инструментальные, лабораторные исследования. То есть практически половина пациентов так и остается без диагноза. И, к сожалению, медиана выживаемости этих пациентов крайне низкая. Всего 6 месяцев. План обследования. План обследования. План обследования с последующим гистологическим и химическим исследованием для того, чтобы понять, как все-таки нам лечить пациента и в какую сторону двигаться. Клиническая картина. Это головная боль, судорожные припадки, когнитивные нарушения, инсульт, неврологические симптоматики. Но это не обязательно. Как я уже сказала, симптоматика может присутствовать у ряда пациентов. У ряда пациентов она может отсутствовать. Важно помнить, что нам необходимо контролировать симптомы. Татьяна Юрьевна будет более подробно об этом говорить. Я буквально упомяну, что этим пациентам мы можем назначить группы препаратов, такие как глюкокортикостероиды, антиконвульсанты, лечение, профилактика тромбоэмболических осложнений. Первичный очаг. Это может быть, как мы уже говорили ранее, рак легкого, меланома, рак молочной железы, рак почки, рак кишки. Факторы риска. Существуют факторы риска для каждой нозологии, если мы все-таки смогли найти первичный очаг, либо благодаря гистологическому исследованию мы предположили, что да, скорее всего, это рак легкого, меланома или рак молочной железы. Как правило, факторами риска для всех подгрупп являются статус по шкале Корновского, количество метастазов в головной мозге и, естественно, для рака молочной железы это молекулярно-генетический подтип опухоли. Лечение. Четыре традиционных подхода в лечении. Это хирургическая, стереотоксическая радиотерапия, облучение всего головного мозга и системная терапия. Сейчас такая тенденция во всем мире, что все-таки стараются отходить от облучения головного мозга, потому что данная терапия все-таки сопряжена с различными осложнениями, но есть группа пациентов, которые, к сожалению, не избежать. Достаточно токсичного лечения. От чего зависит выбор терапии? Безусловно, от общесоматического статуса пациента, от размера очага, от анатомического расположения и предшествующих видов лечения. Можно на примере обсудить первичный очаг, если мы все-таки предполагаем после биопсии, что это рак легкого. Как мы уже до этого говорили, что прежде всего мы должны ориентироваться на гематоэнцефалический барьер и помнить, что ряд молекул, к сожалению, не проникают через биопсию. Поэтому, когда мы выбираем именно системную терапию, либо после инициирующего хирургического лечения, либо после стереотоксической радиотерапии, мы должны рассуждать, прежде всего, в том русле, проникнут ли те или иные препараты через гематоэнцефалический барьер. Вот есть такая замечательная таблица препаратов, которые доказали свою эффективность при локализации, при метастазах в головной мозг меланомы, немелкоклеточного рака легкого, рака молочной железы, меланомы. В частности, в третьей фазе исследования флаура были включены пациенты с метастазами в головной мозг. Важно сказать, что, например, при исследованиях тех или иных препаратов при раке молочной железы крайне редко включают пациентов с метастазами в головной мозг. Значит, азимертениб показал чистоту объективных ответов в 91% случаев у пациентов с метастазами в головном мозге. Выживаемость без прогрессирования у этих пациентов была 15-2%, значительно ниже, чем в группе ИДЖИФР ингибиторов. Всего 9,6 месяцев, и чистота объективных ответов была 68%. Также третье исследование аура исследовали пациентов с положительной мутацией Т790М, которые уже получили лечение ИДЖИФР ингибиторами, и пациентов с метастазами в центральную нервную систему. Частота объективных ответов и выживаемость без прогрессирования была гораздо выше в группе пациентов, получавших лечение азимертенибом. Также препаратами для системного лечения могут являться и иммунотерапия. Алексей Викторович, при меланоме пембролизумаб-неволумаб... Хорошо. Да, пембролизумаб, в частности, была вторая фаза исследования, когда оценили проникновение через гемотенцифалический барьер. Да, он был. Частота объективных ответов наблюдалась порядка 30% случаев. То есть, этой группе препаратов, естественно, при положительной PD-L1-экспрессии, также можно рассмотреть для применения, если мы говорим и предполагаем, что метастаз в головном мозге, его природа является немелкоклеточный рак легкого. Также АЛК-ингибиторы. 24% пациентов с транслокацией АЛК имеют метастазы в головной мозг. Поэтому, конечно же, если мы можем выполнить биопсию, замечательно выполнить точно так же будет и молекулярно-генетическое исследование. Но если нет, у нас диагностической процедурой выбора может оставаться жидкостная биопсия и оценка молекулярно-генетический анализ. При сравнении лектиниба и кризотиниба при АЛК положительной мутации при немелкоклеточном раке легкого и метастазов ЦНС точно так же лектиниб показал свою активность. Он проникает через гемотенцефалические барьеры. И частота объективных ответов наблюдалась в 81% случаев в сравнении с кризотинибом, когда эта частота наблюдалась всего лишь в 50% случаев. В завершении хочется сказать, что, конечно же, пациенты с опухолью из невылиноперечного очага должны обсуждаться исключительно мультидисциплинарной командой. В данной ситуации, наверное, все-таки лидером этой команды должен являться патоморфолог. Но и клиницисты, лучевые диагносты точно так же должны принимать самое активное участие в выборе оптимальной терапии для этих пациентов. Спасибо большое, коллеги. Спасибо.